Здорово пацаны Лифоводы! Сегодня мы начинаем серию блогов о Nissan Leaf Жизнь Nissan Leaf Буду рассказывать интересные вещи о том, что происходит с Nissan Leaf Как мы на нем катаем Вот видите, слышите, тетенька говорит Беттерис, беттерис, беттерис Сейчас я вам покажу, насколько разряжена батарея, уже сколько осталось Показывает по прогнозу 23 километра осталось Просит уже зарядки По одометру вы сможете посмотреть, сколько я проеду Все интересуются всегда, сколько же Лиф может проехать, как страшно, не страшно Сейчас я начинаю ездить по своим делам, а у меня вот уже зарядка почти на нуле Поэтому посмотрим, сегодня также обсудим резину, шины летние, которые я купил И мой умерший в ноль аккумулятор, который полностью обездвижил машину, сделал ее недоступной Поэтому не переключаемся, начинаем смотреть У нас наступила зима внезапно, я уже успел переобуться, но Наступила зима, выпал снег Было минус 7 градусов уже второй день Вчера были тяжелые снегопады, сегодня немножко так нормально стало Солнышко светит Я уже на летней резине Летняя резина это не Нокиан, не копия бридстоуновская Обычная резина, никакая не эко Обычная резина, которая называется НИТО Японская резина, производство Японии Это, скажем так, саб-под-бренд, так сказать, саб-бренд компании Тойо То есть это практически та же Тойо, да, только в другом немножко соусе И я думаю, что, наверное, немножко подешевле Резина эта асимметричная Недавно открыл для себя асимметричную резину Это не направленная и не обычная, а асимметричная Она ставится стороной инсайд-аутсайд И потом надевается на любую сторону Очень интересная резина Она очень хорошая по характеристикам У нее боковина, значит, внутренняя и внешняя Имеет разный состав, разную жесткость Поэтому она прикольная Автомобиль на ней, как вы увидите в течение данного видеоблога Ведет себя очень хорошо Едет мягко Давление у меня 2,5, как положено Но резина обычная Несмотря на то, что многие люди говорят Что только эко-резина Только какая-то особенная резина Нужна для лифа Люди, наверное, чувствуют себя какими-то избранными На самом деле, все это ерунда, ребят Это обычный автомобиль У него есть колеса, у него есть рули, педали И резина на него тоже обычная Подвеска ведь обычная, правильно? Обычный Макферсон Ну и что, что он едет на электротяге? Он едет по нашим дорогам По нашим Яум и Ухабам Поэтому обычная резина Всегда буду оппонировать этим людям Доказать, что на ней пробег Насколько-то там На 7% больше Ну, ребят, а сколько стоит Рекламируют вот эту Мишлен резину Какую-то Эко Энерджи Которая стоит Примерно раза в полтора А то и в два дороже, чем обычная Да, данный комплект резин Мне обошелся в 15 тысяч рублей Плюс тысяча за доставку Мосавтошина Компания, которую я всегда Использую Они мне дают хорошую скидочку Не реклама Да, ребят, что касается резины Зимнюю я тоже, как только машина пришла Она пришла в конце 2018 года Зимнюю резину Также взял Нитто Также это асимметричная резина Шипованная Отъездил на ней вот практически всю зиму Да И как бы она Зарекомендовала себя В общем-то очень Очень даже Хорошо Едет она бесшумно Шипов практически не слышно По крайней мере изнутри Несмотря на то, что Шумоизоляция в лифе довольно-таки слабая Некоторые люди говорят, что ее вообще нет Но это искушенные такие люди Здесь солнышко светит Я Немножко сменю свой облик Искушенные люди говорят, что Шумка в лифе слабая И резина показала себя просто отлично Поэтому Нисколько не сомневаюсь Я купил резину этого же бренда Нитто Купил ее Вот на лето Поставил недавно Где-то вот Ну в начале апреля Переобулся Пока что переобул Штатные диски, которые были Вернее, они были не штатные Это диски, на которых автомобиль приехал Японец Молодец Спасибо ему за это Он поставил вместо Обычного штампа На которых Почему-то именно АЗЕ0 Все идут Почему-то на штампах Так вот Японец заборочился И вместо этих штампов Поставил Хорошее литье Очень классно Очень нравится Мне оно Вот На него я обул летнюю И она так и останется А потом я возьму Штатное Ниссановское Литье Возьму штатное Ниссановское Литье На него Обую зиму И буду переобувать Уже колеса Вне шиномонтажа К ней рискуя Испортить резину А резину Испортить Жалко 19 километров Нам пишет Тетенька Что осталось Не знаю Доеду Или доеду Нет А может Придется Лифа тащить На тросе Тряпичный Трос Предусмотрительно Положен То есть Как сказать По Кладин Или как правильно Сказать Даже не знаю В общем Автомобиль Укомплектован Скажем так Есть трос Есть Компрессор Который я починил Если вы следите За моим Видеоблогом То видели Видео Как я обнаружил Что мой компрессор Оказалось Что с утопленника Подброшен Слава богу Или какому-то там Японскому богу Все таки Оказалось Что Автомобиль Не утопленник Но компрессор Оказался Утопленник И вот Пришлось Его чинить Оказалось Что я способен Реанимировать Утопленные Компрессоры Вау Итак Дальше Мы о чем Мы об Аккумуляторе Так как ездит В основном Жена у меня На машине Как-то Встала она Утром рано Подошла к автомобилю А он не открылся О беда Подумали мы Ключ Ключ наверно Сел Машина потеряла Ключи Пу-пу-пу-три И аккумулятор Сел Открыл я ключом Автомобиль И что вы думаете Да Если кто-то не знает Сейчас покажу вам Как это делается Вот так вот Берется ключ Вот так вот Нажимается Здесь вот такая Штучка вниз И вытягивается ключ Ключом открывается Личинка С выделительской стороны Справа В нашем случае Внушен автомобиль Праворукий И что мы делаем Мы проверяем Вольтметром Напряжение АКБ И оно оказывается 5 вольт 5 вольт Ребята Если кто не знает 8 вольт Разряд до 8 вольт Уже считается смертью То есть АКБ По идее После этого Эксплуатировать Уже нельзя Но у меня Один раз Был разряд До такой степени Это было Когда Автомобиль Ехал на автовоз Из Владивостока И там были Сильные заморозки В районе Иркутска И автомобиль Замерз Когда его Перегружали С автовоза На автовоз В Иркутске То не могли Завести его Даже бустером И сделали Это эвакуатором Манипулятором В общем Взяли за 1000 рублей По божески Кстати По сравнению С теми ценами Которые потом Были озвучены Мне в родном городе Когда автомобиль Уже пришел И так же Не снять его было Меня спас бустер Которым я При помощи Бустера С десятой На попытке Кое-как удалось Стронуть Запорный механизм Который Блокирует колеса Находится Где-то там В редукторе В общем Вот 6 вольт АКБ Я снял Но это было Уже сейчас Тогда История у меня Уже есть В аналог Записано Все есть На видео Ссылочки Вставлю Вот В общем В данное время Вот Несколько дней назад АКБ Был снят И Заменен Путем Как сказать Покупки Со скидкой Вышло 2 900 Ну там Новый стоил Там вот 350 Сделали мне скидку 450 рублей За 2 900 Я купил Получается Тюменский АКБ Обратные полярности Напоминаю вам Нужно покупать Обратные полярности Когда я забирал тачку Я купил Прямой полярности И вынужден был Натягивать клеммы Потом я его Благополучно продал Потеряв при этом 1000 рублей Увы Думал что он мне не нужен Ездил на родном Но вот родной Приказал долго жить Поэтому был куплен Тюменский АКБ На 50 ампер часов С обратной полярностью Установлен И сейчас мы едем на нем Вставлю небольшой кусочек Видео Фрагмент Как он выглядит Под капотом Новый аккумулятор Что еще рассказать Про Лифров Подскажи Скажи что Про Ниссан Лиф Сейчас у сына Спросим его мнение Что ты думаешь Что Он Быстро ездит Да Он очень быстро ездит Мы любую машину Можем обогнать В городе Потому что Мы ее рвем Со старта А потом Человек Понимает Что уже гоняться Бесполезно И Просто Отпускает педаль Ребят Сдаются Да Сдаются Люди сдаются Сразу же Потому что До следующего Светофора Уже расстояние Оказывается Близко Приближается Я далеко Уехал со трем Конечно Если бы мы Гнались Там На каком-то Участке Продолжительном Разогнались До большой скорости То наверное Он бы меня догнал По крайней мере Автомобиль Если бы имел Какой-то там Более-менее Мощный мотор Но С места На светофорах Эта машина Уделает всех Никакие Эти ваши БНВ Не смогут С лифом Тягаться Что бы Ребята Здесь Не говорили Мне в ответ Вот Ребят Протектор Шины Если кому-то Было интересно Такая вот Резина С мокром Отписи Вот такой Протектор Ребятки Я прибарахлил Себе как раз Очки Заходил Сейчас За посылкой Такие вот Очки Что думаете Напишите Нормоль Он Сын Одел Очки Мамы Которые Только что Папа носил Потому что Мама же Ездит на машине А сейчас у папы Уже свои очки Нормальные Тренд сезона Говорят что эти очки Короче Скомунижены Из какого-то Бренда Нормального Китайцы написали На них Полярайз Заметь Это не полироид Это полярайз Ссылочку Если что В описании Вот Когда я смотрю На вот эту фигню Я вижу здесь Рыбу Вот А когда без очков Оп Оп Без очков Не вижу рыбы Но вы увидите Вы не увидите рыбы Вот здесь Видишь Рыбы нет Понял Оденечки Подожди Пап Что еще рассказать Пролив А об этом Вы узнаете Ребят В следующих сериях Подписывайтесь На канал Не переключайтесь Помоги Снять Ромка у нас Измазался В пицце Что еще нужно На канал Сделать Рома Не знаю Лайк поставить Все Всем лайки Всем привет Сорян Пацаны Забыл показать Насколько В лифе Осталось Делений Сейчас уже Я на форде Еду вечером На тренировку В общем Приехал я На палках уже То есть уже Он стал показывать Палки И Тетенька Ругалась По-японски Поставил на зарядку Все Теперь еду на форде На тренировку Короче На тренировку Съездить на лифе Я уже не смог Так что вот так вот Ну Доехал до дома Лиф до дома Доедет По-любому Ребят Всем пока